Человек может, конечно, очень эффектно представить себя как пианиста. У него будет красивая пианино, и он будет хорошо улыбаться во время игры. Это называется поведение. Но если он не тренировался до того, как начать концерт, то он не сможет порадовать слушателей. Почему? Потому что именно внутреннее качество пианиста определяет его глубокие отношения со слушателем, а не его способность произвести впечатление. Точно так же в нашей личной жизни разницы никакой нет. Есть какие-то глубокие вещи, которые мы должны иметь в жизни, и если у нас их нет, то тогда, значит, не будет никакого результата. Итак, веда древних знаний. Пять тысяч лет назад великий мудрец Весадева записал основные ведические писания. И у него было четыре основных ученика, которым он это знание дал. Потом они передали своим ученикам, и так оно дошло до нас в виде огромного количества писаний, которые имеют свою определенную структуру, очень сложную. И, в принципе, нет смысла, если этот язык, санскрит, на котором они написаны, самый сложный язык на Земле, один из самых сложных. Нет смысла сейчас об этом сильно много говорить. Важно понять, что это не писание аборигенов, которые бегали с копьями и произносили непонятные звуки изо рта. Это писание людей высокоинтеллектуальных, потому что санскрит сейчас мало кто может выучить. Язык сложнейший просто. И сложнейшая грамматика у него. Сами шлоки, которые составлены, допустим, Махабхарта, великое историческое переставание, которое Весадева составил, оно составлено безупречным стихом, который сейчас никто на санскрите не сможет повторить. Это невозможно. Ну, то есть никто из современников не сможет так же интеллектуально давать знания и поэтично, как это делали древние люди. Поэтому первое утверждение, которое я делаю, что они достойны высочайшего почтения, эти люди, которые написали это знание. И основа подачи материала, который я сейчас буду давать, такова, что существует более глубокое представление о себе. Все, согласно ведам, мы имеем... Ну, то есть каждый человек к себе относится с трех позиций. Первая позиция очень распространена. То есть я, Олег Геннадьевич Тарсунов, мне 47 лет, я женат. Характерно артические стойки, порочных связей не имеет там и так далее. То есть я тело. Вот тело такое в этом одеянии, врач там и так далее. Понимаете, это первый вариант самооценки. Второй вариант самооценки. Я ученик своего духовного учителя. Вячеслав Назаров, это не врач для меня, а мой близкий соратник, который много лет в жизни верно помогает мне. Я его очень люблю. То есть это другой подход жизни. Понимаете, то есть вот этот второй подход, он очень ценный. Важно знать, что этот подход второй, он меняет все. Все в нашей жизни. Например, за какой красотой женщина должна гнаться? Или к какой красоте она должна стремиться во втором подходе, внутренней? Потому что если ты живешь на этой платформе, то если ты, допустим, выбираешь себе жену, то тебе уже не сильно интересно, как она внешне выглядит. Это интересно, конечно, но это не самое главное уже. Она на втором месте стоит. Это очень и очень важно понять. Потому что большинство людей находится вот на этой внешней платформе жизни. И поэтому они соответственным образом и пытаются решать проблему своей судьбы. Но веды говорят, что это невозможно с помощью вот этой внешней платформы жизни решить проблему. Потому что есть такое понятие, как внутренняя жизнь. Итак, есть грубое тело, грубое тело, есть тонкое тело или психика человека, есть душа. Это я сам, я душа. Вы видите меня как душу? Я вам сейчас объясню. Если бы вы увидели меня как душу, вы бы оцепенели, у вас бы оцепенение возникло вот такое. Волосы на голове стали дыбом, мурашки по всему телу пошли. И вы бы испытали чувство, которое невозможно испытать просто так на этой земле. Потому что душа, она исполнена удивительных качеств. Она удивительная по своей природе. Так ее описывают веды. Мы такие удивительные все. То есть мы все удивительные, но мы так, как мы сами себя такими не знаем. То поэтому мы себя и ведем соответствующим образом. Как есть в анекдоте, зайчик подпрыгал к лягушке и говорит, ты что такая зеленая? Она говорит, я просто болею. Я вообще на самом деле беленькая, мягкая и пушистая. Но так как я болею, я поэтому зеленая и вонючая. Она так себя описала. И зайчик ее увидел вот по-настоящему, как душу в этом случае. Потому что мы сами должны сначала себя такими понятиями. Понимаете? Потому что мы временно находимся в этом существовании, в котором мы находимся сейчас. То тело, в которое мы имеем, соответствует нашим желаниям и поступкам. То есть веды говорят, что есть тонкое тело или психика человека. Оно создает грубое тело. Представляете? Это удивительно знать. Что в тонком теле существуют каналы специальные психические, которые называются шротасы. Эти каналы, когда тонкое тело, кстати, не умирает. И тонкое тело вместе с душой попадает, когда в сперматозоид, потом в яйцеклетку. Наступает оплодотворение. То есть тонкое тело вместе с душой заходит в анатомическую структуру определенную. Наполняет ее жизненной силой и начинает развивать ее, эту жизнь изнутри. И кто такая мать? Это среда. Не мать выращивает ребенка, а ребенок выращивает сам себя в этой среде. По тому чертежу, который в нем заложен. Этот чертеж связан с поступками прошлыми человека, его желаниями. И чертеж этот может быть разным. Я сейчас вам некоторые шокирующие вещи буду говорить. Например, если человек хотел просто чисто таких вот радостей, допустим, наслаждаться сексом, хорошо, комфортно жить, кушать нормально, ну то есть вот такие вот чисто земные радости, то человеческое тело для этого не подходит. Потому что в человеческом теле чувства, которые дают возможность удовлетворять вот эти желания, они развиты гораздо хуже. Например, в теле кошки, допустим, гораздо лучше испытывать комфорт, чем в теле человека. Обычный поросенок, он испытывает тысячу раз больше счастья от еды, чем человек. Если вы не верите, посмотрите ему в глаза, когда он кушает, у него глаза закатываются. Он испытывает огромное счастье. Он есть может гораздо больше, чем и по времени, и по продолжительности. И у него с пищеварением проблем нет. Медведь спит больше и качественнее. Полгода спит. Как бы попробуйте, по полгода поспать. У вас не получится. Обезьяна сексом занимается пять раз в день, по часу. Как бы каждый половой акт, час длится где-то. И испытывает очень много счастья. Я это видел, как когда учился в Индии. В Индии. Видите, в теле антилопы можно бегать гораздо лучше, чем в человеческом теле. Заниматься спортом. Орел видит в тысячу раз лучше, чем мы. Мы растаем двух километров, видит маленькую букашку. И так далее. Если вы хотите наслаждаться в воде, то, пожалуйста, тело дельфина, мы не сможем никакие акваланги так плавать в воде, как дельфин, естественным образом. Не сможем. Поэтому существуют разные тела в этом мире. Разные вот эти тонкое тело. Тело желания называется по-другому на санскрите. Линга шарира. Начать тело желания. То есть, это тело желаний, оно удовлетворяет по нашей потребности. Каждая жизнь, виды говорят, мы живем множество жизней. Каждая жизнь предназначена при разных потребностях. Например, если устал вообще жить, то можешь отдохнуть теле дерева. Он вообще отдыхает стоит. А вдохнул дальше, можно что-то делать. Все зависит от желания. Понимаете? И это, говорят, человеческая форма жизни предназначена не для семейного счастья. Это счастье испытывают животные гораздо больше, чем люди. У них верность естественным образом заложена в характере. Допустим, лебедь, и один лебедь умирает, второй за ним умирает следом. Не может, они не могут друг без друга жить. Представляете, какая верность? И у них нет семейных проблем каких-то в отношениях у лебедей. У нас есть. То есть, человеческая жизнь не предназначена для личного счастья. Человеческое тело предназначено только для постижения высшей истины. Высшая истина заключается в том, что у нас есть тонкое тело, которое не умирает, кстати. Это следует знать, что я не умираю, смерти нет. То есть, я это тонкое тело, я не грубое тело. Я не умираю. Почему мы боимся смерти? Потому что мы не знаем, что есть тонкое тело. Если бы мы знали, мы вообще ничего не боялись. Что бояться, если я не умираю вообще? Грубое тело, оно все равно все время меняется. У кого не меняется тело? Поднимите руку. Всех меняется. Почему, за что держимся тогда? Все время меняется. Я был маленьким. Если я когда посмотрел недавно, все на фотографию, я без штанов стоял, с куском колбасы вот таким в руке. И в чепчике, и в галстуке без штанов. Мне так родители судили. Я не похож вообще. То есть, я не похож на этого маленького ребенка. Ну, там, 4 года. Вообще не похож. Сейчас я совсем другой. Даже кто-то 15 лет назад пришел на мою первую лекцию в Риге. Я был совсем по-другому выглядел, не так, как сейчас. Так или нет? Кто был на первой лекции в Риге? Есть такие? Итак, тело меняется все время. Но я остаюсь тем же самым. Я не могу сказать, что другой человек жил в этом теле. Не могу так сказать. Я тот же самый. Точно так же, веды говорят, я тот же самый, остаюсь в тонком теле и потом опять вхожу в новое тело. Точно так же. С чем я вхожу? С тем, что я накопил в предыдущей жизни. И вообще человеческая жизнь предназначена для счастья. Для счастья. Но так как мы гоняемся не за тем, чем надо, то мы поэтому несчастны. И так веды утверждают, что вот это психическое тело, оно больше всего нуждается во внутренней жизни. Во внутренней жизни. Означает, что человек отвлекается от того, что он там смотрит по телевизору, книжки читает. Он садится и начинает просто прости, вместо прощания, я скажу в этот раз, что просвет не погас, я скажу в этот раз. Ну то есть он начинает с чувством думать, как-то раскаиваться в том, что произошло, желать счастья. Ну то есть он начинает с чувством делать внутри себя что-то делать, понимаете. То есть это очень ценно делать что-то внутри себя, потому что мы всегда, все время всем доказываем, что мы хорошие. Это, кстати, бесполезное занятие, оно никогда не поможет, потому что люди-то знают, какие мы есть на самом деле. Хоть доказываем, хоть нет. Вот допустим, веды объясняют, что вы вот сейчас смотрите на меня, у вас есть три типа восприятия меня как личности. Первый тип это очки, лысина там, рубашка, первый тип восприятия. Второй тип восприятия логика, то есть я что-то говорю, есть связь или нет, он вообще связанно говорит или нет. И третий тип восприятия, это восприятие очень глубокое, его очень трудно объяснить. По факту это означает, человек вот сам так считает или нет, он так живет сам или нет, он правду говорит или нет. Вот этот вот третий тип восприятия основной, он самый главный. Его очень трудно описать словами, но этот тип восприятия третий, он идет от души. Даже не от тонкого тела. От тонкого тела это логика, как бы это логика, мысли, чувства, эмоции. Это деятельность тонкого тела. Но душа, она интересуется только правдой, любовью и истинной. Истинными вещами, глубокими, ценными интересуются. Понимаете, и когда, допустим, человек очень логично все говорит, очень научно, но он просто рисуется, то душа говорит, я не хочу это слушать. Ум говорит, слушай, это же научно. Сейчас вот все изучишь, будешь знать, как вести себя правильно. А душа говорит, я не могу уже, мне спать хочется на этой лекции, все, не могу. Она засыпает, то есть она не может это слушать, почему? Потому что нет жизни. Так, смотрите, жизнь, оказывается, это не деятельность ума, не деятельность ума и не деятельность тела. Допустим, мы говорим, пойдем, покачаемся, а то что-то жизни нет, одна работа. Но жизнь это не деятельность тела. Или пойдем, потанцуем, что-то жизни нет, одна работа. Но жизнь это не деятельность тонкого тела. Что-то же такое жизнь. Жизнь это деятельность души. Означает очень глубокие искренние отношения, которые очень труднодостижимы. Для того, чтобы прийти к этим внутренним отношениям, нужно реально очень сильно трудиться. Каждый день заново надо начинать с утра. Это очень ценно знать. Почему? Потому что внутренние отношения дают самое глубокое удовлетворение человеку. И эти внутренние отношения, они имеют божественную природу. Они не строятся с помощью пусю-мусю. То есть, допустим, мы решили просто вопрос решить. Внутренние отношения, пожалуйста, сажаем мужа возле себя и говорим, давай пообщаемся. Олег Геннадьевич сказал внутренние отношения. У нас с тобой не было внутренних отношений. И чем это заканчивается? Такой вот близкой беседы. Чем? Болью. Болью она заканчивается. Потому что боль-то была внутри. Она никуда не делась. И так как у нас не было внутренних отношений, мы ее наружу вывели. Получилась боль. Почему? Потому что люди в основном не живут же внутренней жизнью. Они просто от нее бегают. Телевизор, книги, музыка предназначены для того, чтобы убежать от себя. Они не предназначены для того, чтобы к себе привязать. Потому что мы хотим отвлечься. Мы хотим отвлечься от того, что мы должны внутри себя делать. Смотрите, есть два типа деятельности. Деятельность, направленная на то, чтобы себя развлекать. Или, если правильно сказать, это больно, но это правильно. Отвлекать от того, что там внутри. И вторая жизнь, это та, которая прямо внутрь человека нацеливает. Человек отстраняется от телевизора, от книжек, от всего остального и начинает разбираться сам с собой. Вот эта жизнь, когда человек разбирается сам с собой, она уникальна. Она решает все вопросы. Именно на нее я буду нацеливать эту беседу. Прежде чем поговорить о ней, мы сейчас немножко с вами пройдем теории. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что тонкое тело имеет три основные характеристики. Это первая характеристика, это ум. Как раз в уме и происходит вся жизнь тонкого тела, психического тела. То есть там, в этом психическом теле, есть чувство. Чувство это то, с чем мы соприкасаемся с окружающим миром. В буквальном смысле означает соприкасаемся. Потому что, когда я на вас смотрю, это не то, что, как говорят современные ученые, пучок света от вас попадает в сетчатку, образ ваш отразается в сетчатке, и таким образом я вас вижу. Веды считают иначе. Они считают, что когда я на вас смотрю, то тонкое тело мое соприкасается, обменивается психической энергией с вами. То есть по факту мы с вами перемешиваемся. Во время взгляда мы перемешиваемся. То есть настроение ваше впадает ко мне, мое к вам. И таким образом мы с вами очень сильно взаимодействуем. Это не просто там в сетчатку что-то попало, там что-то отразилось, бац, условно рефлекс. А может быть не отразилось, тогда нет никакого рефлекса. Понимаете? То есть это не так. Когда мы смотрим друг на друга, это может быть очень сильное воздействие. Так, взгляд, звук может дать сильное воздействие в зависимости от того, насколько мы близко относимся друг к другу. Так? Это означает, что тонкое тело может взаимодействовать на расстоянии друг от друга, а может очень близко проникать друг к другу. Близко и глубоко. Таким образом, ум — это структура психическая, как остов, на котором все функции в нашей жизни происходят. Во-первых, ум контролирует все функции грубого тела. Каналы вот эти шротасы психические, они — это тонкие психические каналы, которые полностью регулируют всю деятельность нашего организма. Вот мы там не знаем, что там происходит с пищей, когда мы ее заблотили. И никому не интересно, потому что все знают, когда придет время, так раз, и понятно, что надо идти куда-то. Так? То есть промежуточный этап мы не знаем, что там происходит. Мы не знаем, как всасывается пища в клетки, как там что в клетках этих происходит, как она идет по кишечнику, мы не знаем. Мы знаем, когда кушать хочется и когда еще что-то хочется. Мы это знаем, так? Все это происходит в результате деятельности тонкого тела. Мы тоже ничего не знаем об этом тонком теле. Мы знаем, что мне нужна любовь, Олег Геннадьевич. Мне нужна любовь и нужны отношения с мужем. А вы какую-то несете мне сейчас эту теорию, которая мне вообще в жизни не нужна. Но сейчас немножко как бы все-таки теории. Идея в чем заключается? В том, что вот это психическое тело, мы должны знать, как оно устроено, потому что мы сейчас от него будем отталкиваться дальше. Смотрите, то есть есть пять чувств. У тонкого тела ума есть пять чувств. Каждый действует по-разному. Например, чувство слуха связано с разумом. Разум это психическая структура, которая над умом находится. И она, эта психическая структура, управляет нашей судьбой. От ее развития, вот этой структуры разума, зависит вся наша судьба. И слух, чувство слуха контактирует прежде всего с разумом, а потом с умом. Прежде всего с разумом. Это означает, что звук меняет судьбу человека. Как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Поведешься, это не означает, что ты на уроке посидел, пописал и пошел. Нет, поведешься означает близкие отношения. Очень близкие отношения, то есть глубокое слушание. Слушание, в котором ты всем сердцем хочешь понять. Это меняет судьбу, такое слушание. Если ты слушаешь просто так, ну типа, ну что он там, говорит, то ничего не меняется. Как было, так и есть, остается прежним. Понимаете, то есть слушание, это серьезная штука. Оно, оно, очень важно знать, кого слушать. Часто люди неразборчивы в слушании. То есть мы включаем телевизор, листаем там каналы и смотрим. О, этот, послушаем. Но мы не знаем этого человека вообще. Мы не знаем, что у него за жизнь. Как он, и потом его звук, он же меняет нашу судьбу. Это же звук меняет судьбу. Если мы очень серьезно, внимательно слушаем. Как песенки поются. Кто-то сказал кому-то важные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И жизнь поменялась, да? То есть сказал, и жизнь поменялась. Важные слова сказал. То есть, ну, для того, чтобы она поменялась, надо же поверить. Да? А если поверила не тому, кому надо, то тогда другой вариант. Поверила, поверила. И больше ничего. Один раз в год сады цветут. Ну, то есть, убежал. Вот. Видите, то есть, звук имеет важное значение. Вера. Слово вера, оно связано со звуком. Очень сильно. Вера не возникает просто от того, что что-то прочитал. Взгляд связан с умом. Следующее чувство. Взгляд связан с умом. По глазам можно видеть судьбу человека. Хороший период в судьбе идет или плохой. Настроен человек правильно в жизни или неправильно. Будет общаться с тобой хорошо или плохо. Хорошее настроение или плохое. Больной или здоровый. Хорошая судьба, тяжелая судьба. Все это видно в глазах. Но в глазах также видно и гораздо больше, если человек хочет это видеть. Вижу я рассвет в твоих глазах. Да? Когда солнце луч, как там, любви и свет, ты приносишь мне рассвет. То есть, человек видит рассвет в глазах. Это уже означает духовное видение. Это более глубокая способность видеть. Ты приносишь мне рассвет. Это более глубокая способность видеть. Она основана на вере. Вот смотрите, допустим, люди полюбили друг друга, влюбились, да? У них возникает вера друг к другу, такая спонтанная вера. Но вера это серьезная штука. Если мы спонтанно просто поверили, то какой результат получается из этого? Тоже спонтанный. Да? И как бы одни люди утверждают, что любить надо сердцем, а другие говорят, что надо любить разумно. Кто прав? Сердцем надо любить. Хорошо. Вариант предлагаю. Сейчас любви сердцу. Ах, мамочка, на саночках каталась я везде. Повстречалась с корюшкой на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Сердце? Второй вариант такой. Любить разумно, да? Тоже не совсем. Так вот, предлагается другой вариант. Надо любить сердцем с помощью разума. Для этого надо быть разумным человеком, понимаете? Это не просто. Вот. Но мы сейчас сначала разберемся, что такое разум. Вот ум, смотрите, чувство слуха связано с разумом. Чувство зрения связано с умом. Тактильная чувствительность, она связана с умом и с разумом вместе. Она очень важна в жизни, тактильная чувствительность. Поэтому, кого попало, трогать мы не хотим. Нам не нравится алкоголиков трогать. Нам не нравится кушать грязными руками. Мы не эстетично, мы чувствуем не эстетическое чувство. Хоть мы знаем, что не заразимся, допустим, но нам неприятно. То есть, это тактильное чувство, но связано с разумом сильно. Мы не хотим ходить в грязной одежде, если я разумный человек. Иногда человек деградирует, ему все равно к какой одежде ходить. Часто, если человек ходит в грязной одежде, это признак того, что он уже все, потерял себя. То есть, мы говорим, человек разочаровался в жизни, он не моется. То есть, видно, что тактильное чувство с разумом очень сильно связано. Дальше, следующее чувство, это чувство вкуса. Пять чувств. Оно связано с психической энергией. Человек, который разбирается, что кушать, у него больше силы. Если он не разбирается, меньше силы. Или, допустим, его кормят, чем попало. Я помню, я в армии служил, и нас кормили с салом. Основная еда была сало и каша. Каша с салом. Или сало с кашей. Ну, там, в зависимости от пропорции. И как бы, я постоянно чувствовал, что я сплю. То есть, у меня не было силы. То есть, я ходил, у меня не было силы. Я иногда стоял вот так, смирно, и меня вело. Потому что я засыпал даже стоя. И не потому, что я не высыпался. Мы спали нормально. Просто не было силы, потому что мы кушали, время пошло. То есть, сел за стол, время пошло. Я до сих пор не могу привыкнуть кушать медленно. После этого уже столько лет прошло. Вот. И мы учились кушать там особое подразделение. Учились кушать за 5-7 минут. Весь обед. Понимаете, как бы. Ну, соответственно, все усваивалось. И, то есть, чувство вкуса, оно связано с психической энергией. И энергия бывает позитивная и негативная. Если человек кушает позитивную пищу, то у него позитивная энергия. А если он негативную пищу кушает, то у него негативная энергия. А какая пища позитивная, какая негативная, это ваше домашнее задание. Вы сами разберетесь в этом вопросе. Потому что этот вопрос очень болезненный. Я не буду сейчас о нем говорить. Сразу мы отвлекемся от основной темы. Правильно. Есть такая наука ведическая, прашная называется. Там есть описано, что когда очень важное что-то говоришь, то всегда будет подтверждение. В виде чиха, кашля, того, что что-то падает на пол. Или в виде стука какого-то резкого звука. Или сирены с улицы. То есть, ну, мы сейчас будем на лекции, когда что-то важное скажется, то мы увидим, как это работает. Господь будет подтверждать. Слова с помощью резкого звука какого-то. Какого-то события, которое в зале происходит. Например, я говорил о отношениях между воспитанием детей на одной из недавно лекций. Сразу вспомнил. И когда была такая кульминация, самая важная мысль, которую я не знал, как сказать, и когда я ее сказал, то в зале такая возникла гробовая такая тишина. Ну, то есть, ведь от внутреннего состояния зависит понимание. И в это время этой тишины маленький-маленький ребенок, который сидел в зале с мамой, он, ну, наверное, месяцев семь или восемь ему, он очень в сердцах, очень взвизгнул, ну, так, ну, как бы пискнул с очень, как бы, чувством глубоким, что это по теме сказано, по теме. И сразу, как бы, атмосфера разглядилась в душу. То есть, он подтвердил, что это правда. Ну, потому что, ну, маленький ребенок, он же не понимает, что происходит внешне. Но вот эта штука у него работает. Самый третий способ слушания у него работает лучше всех. Он знает точно, где правда, где нет, кого надо слушать, кого нет. Поэтому воспитывать детей бесполезно. Если ты сам не ведешь себя правильно в жизни, нечестный человек, то и ребенок таким же будет. Невозможно ему ничего объяснить. У него не работает система вот этого. Объяснять невозможно. Внутренняя жизнь – основа жизни. Если человек ее не ведет, значит, он будет страдать так же и в том, что он не сможет своих детей воспитать.